зарубимся в лобби немного с вами серёга и до турнир король лобака второй сезон успешно стартовал и сейчас уже в разгаре групповой этап 80 участников 8 групп под 10 человек в каждой и суммарно 360 лобби спойлер конечно не все лобби были сыграны но сам объем это по мне наверное видно вот эти синяки под глазами это просто я организовываю турнир парни серьезно это что-то неподъемное и реально очень сложное такого я не делал никогда но я скажу честно я получаю от этого колоссальное удовольствие в этом видео я расскажу вам о фаворитах этого турнира о том как проходит групповой этап о том какие ожидания у меня были и кто эти ожидания не оправдал о скандалах и интригах о ливнувших за xc гулях о недовольных подписчиках и моих личных сообщениях которые просто засраны там какими-то недовольствами по поводу организации короче я расскажу вам все про групповой этап покажу вам лобаки но сначала пару слов о ком разумеется о спонсорах которые подарят вам призы ну не вам а тем кто победит в турнире спонсорами второго сезона короля лобака стали наши друзья из vp drop у ребят сейчас в самом разгаре весенний ивент а это значит что во первых вы гарантированно получаете подарки за пополнение первые три вообще за депозит в 150 деревянных во вторых вас ждут два бесплатных прокрут а вот поэтому промо-коду как говорится вращайте барабан ну и напоследок не забывайте про сами весенние кейсы очевидно выгодно пополнить счет кстати тоже можно по нашему промо-коду это еще 35 процентов депозиту я думаю лишними не будут в описании разумеется есть моя ссылочка а также промо-коды на вращайте барабан и на пополнение депозита так что переходите и кайфуйте молодежь а мы продолжаем 187 человек в заявке я закрыл регистрацию на три часа раньше потому что понял что если зарегистрируется 200 то ну не пройдут те кто прям очень-очень хотела те которые зарегистрировали самыми первыми короче шанс попасть в турнир был примерно 60 на 40 то есть 40 на то что вы пройдете 60 на то что нет ссори все кто вот не прошел извините я не мог взять всех серьезно у меня есть половины корешей которые вот со мной играют то есть это не просто мои подписчики мои ну друзья как бы половина из них не прошли вот вася на джакира не прошел миша на грим строки который в прошлом сезоне бахал он тоже не прошел так что не надо мне писать что вот ты обещал меня взять я не пошел чуваки ну серьезно я не могу взять всех именно поэтому я сделал чистый рандом и к сожалению я встретил несколько проблем связи с этим небольшая негативная история разумеется когда я зарандомил и выбрал вот 80 человек которые будут участвовать я проверил все их странички в vk ну очевидно я должен знать кто у меня участвует и я нашел несколько людей довольно сомнительных самым сомнительным был чувак который написал заявки что у него 4500 аккаунт он будет играть на snap fire и знаете уже по герою было понятно что что-то здесь не так и я пошел смотреть его страничку и нашел вот такой скриншот где он ну показывает свой топ 2000 аккаунта это на минуточку ну где-то 7000 ммр я сделал об этом пост вконтакте ну в своей группе кстати подписывайтесь там скандал интриги расследования как-никак короче чел просто решил всех наебать причем непонятно зачем у меня нет никаких ограничений по ммр и мы ничего такого он просто еще знаете приведниться я написал что чоке не надо так делать и что самое хуя на этот чел пришел в комменты и такой я вообще-то свой типак уме не продал ну я уже потом выяснил что продал он и у меня сейчас аккаунт 4500 и но это то же самое что я возьму какой антикаун подписчика и скажу но у меня 1300 типа и на что это короче какая-то совершенно хренатей началась мы его там естественно зашкварили после чего он удалил все свои комменты в общем я его дисквалифицировал досрочно потому что но это как минимум некрасиво регаться не со своими ммр и кстати вот его страничка вконтакте разумеется все в аниме естественно импрувнулся блять чел импрувнулся и господи господи сколько вам лет ребята серьезно импрувнулся господи сидит в доту играет думаешь что его жизнь что-то стоит господи и выйди на улицу расскажи об этом кому короче ладно ссор я загнался короче теперь немножечко про участников которые все-таки точно уже участвуют все вот играют и все такое то у нас тут есть самые мои интересные вот у нас есть чувак с самым низким ммр чувак с самым большим ммр чемпион прошлого сезона лобака вот на джаджа опять же единственная девушка на турнире на фениксе между прочим и чел самым крутым никнеймом он кстати ну проиграл два по-моему или три лобби и ливнул просто из группы ничего не сказав уже по мужицке это это чисто по-додерски ну и помимо этих бойцов есть еще 70 с лишним которые отправились биться в лобби я собрал восемь групп по 10 человек диалогами вконтакте там в телеге все так короче честно скажу это боль это ад и это неподъемный просто пиздец потому что ну начнем с того что не все люди умеют читать правила кто-то решил что ну в группе нужно сыграть всего один лобак если проиграл то ты вылетел хотя я написал что нужно играть девять короче это это просто жесть то что происходит в этих группах это это пиздец есть группы где чуваки все сами сразу поняли как играть там организовали сыграли я что-то записал есть группы где люди вообще по моему палец от жопы не отдачет крыжу это кромешный пиздец но это просто восхитительно весело серьезно я посмотрел дофига лобаков я естественно вам покажу какие-то я там записал какие-то были унылые какие-то были суперкрутые короче ваще ваще кул и просто невероятные эмоции на самом деле я обещаю что из одной восьмой я покажу вам все лобаки я постараюсь из одной восьмой показать вам все ну а как бы с групповой стадии буквально там 45 ну разумеется в каждой группе были уником и просто уником например какой-то пиздюк который решил что восхитительно будет до крипов начать пиздиться да в правилах это не оговорено но это какие-то супер базовые вещи которые не проговариваются знаете ну типа в рулбуке нигде не написано про читы да то что нельзя использовать читы но это очевидно то же самое что очевидно если вы играете с вардами да то вы должны вначале их поставить просто идешь ставишь варды и после горна когда вышли крипы вы уже пиздитесь чуваку на эту ошибку указали попросили переиграть его лобак по нормальным правилам и он наливнул из комп и не сказав ничего и я как бы прихожу и говорю чувак ты не будешь да он такой не не буду я такой спасибо ты спиздил у слоту вот какого-то другого подписчика хорошего доброго и все такое в общем не надо так делать не надо так делать но это также опять же вот и аниме на аватарке давить чувствуете восхитительно вас и запомнили запомнили аниме на аватарке нет я не говорю что это плохо но просто эти чувствуете сказать закономерность небольшая короче говоря смотрим дальше короче теперь давайте покажу вам просто несколько лобби не могу сказать что самые охуенные потому что некоторые не посмотрел некоторые чуваки не скидывали скрины из лобби которые длились по полчаса против минера я вообще не знаю какого 5 на 1 можно играть полчаса но это это восхитительно просто восхитительно вот например группа g3 ksf который выиграл четыре лобака подряд и встретил 4 300 визажа смотрите сейчас в легкий на сторону просто запушится ли не чё ночные сосалов так нам короче не думаю что это принципиально для меня на просто если по ней орет наверно и сопротив сайфа наверное имелось да как же июха плохо бьет крипов возьмите топор просто ну чё ты так а смысле застакать сф дал дальний он под средний никак не подставлялся уже так ну если подошел просто под под тавер зачем-то получил 2 к ореха и все пёс болеет за это фейерверк если вы хотите стиком тоже у него один манга больно еще . парик нажал хорошо заебись брейсер самая это чтобы этот брейн типа прессер самая единственная нормальная шмотка из всех типа вот этих если всех статовых вот этих вот дешманских через три клетку из всех секретных шмоток болезнь и самая пиздатая потому что я не нерфили аппеля если что он не прославление с 075 да 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 и для него он очень хороший реально по 0 ебаный ну не дает тебя ничего дополнительного погоди погоди посадил одну птицу ща посадят вторую птицу а будет реки вот к примеру противостояния самого молодого участника шри шули у него кстати огромная фан база типа все болеют вам и за него ну и за джаджа разумеется так вот шри шуля значит встретился с фениксом 3500 я обязательно решил это посмотреть потому что во первых феникс а во-вторых шри шуля и разница у них полторы тысячи ммр то есть феникс значительно сильнее должен быть короче смотрите это было восхитительная заруба сразу же с клакой сразу же но на самом деле она ничего не значит не надо начать брать клаку против феникса это тупость золотар хороший феникса кстати ну в один на день наверное имеет смысл все-таки сразу себе танго купить я бы купил пути ну короче клака против феникса один один не надо брать бери себе чё-нибудь чтобы крипов бить типа всякие сер клетки там я не знаю феррики чё-нибудь просто чтобы у вас атака была все просто профита в клаке нет потому что первые спириты наносит очень мало дэмоджа и тебе просто лучше их не ну не получать банально чтобы крипов бить хорошо с первых пачек плохо скинул последних спиритов его сразу поставок он первого скину подошел ударил два раза сразу же в инвокера пока он там дает тычку закидывать еще одно спирита фишка в том что как продлять спиритов если оппонент ошибается и типа пытается нанести вот эту долгую тычку он стоит вот эта анимация у него вечная ты можешь наперед его пока он делает анимацию закинуть спирита продлить это как бы изи победа как он его зонят посмотрите просто на кинь спирита еще почти но феррикс понимает что делать ему правда сейчас ветку посадить и схавать ее уже сейчас так посадил схавал ранжа забрал вражеского он ошибся суть еще на корона у тебя же есть корона мне кажется он мискликнул он зачем-то засунул в квикбай фуловый бейл в дискорд просто две короны сейчас принесет себе зато он будет статовый кстати с двумя коронами царе сколько от 1400 1100 хитпоинтов когда можно дожить до 6 в принципе и если она 3 генит 7 ману там восстановить все фул ресурсы просто яйцом даже если он не будет убивать инвокера это будет ему в плюс кстати инвокер по крипста там вот и самое вернулся в игру сейчас можно поймать чё полететь можно прийти прийти ты убьешь его да убил гг первый килл на уверенности но было бы конечно много лучше если бы он не купил одну корону лишнюю потому что у него бы сейчас были деньги себе навоял с этим киллом у него была бы супер новая инвокер просто приходит с пятым левелом и на райт просто за прокаст ну вот смотрите как спиритов качественно закидывает прям видно что много игр на героя сможет пролететь убить через вейл можно на не успел есть там было чуть-чуть побольше на спину сейчас не откуда на самом деле 5 секунд и все она убивает а он все еще корону соберет он хочется а тост себе взять что-ли так пошел димедж ну а пролети убей пролети убей как ты убиваешь его так уж фейрик все такое очень осторожно не хочет но хочет дождаться яйца и стопроцентный убить инвокера всех у его 15 крипов у него мало брейсеров так можешь убить убиваешь его ты его убиваешь ой 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 как ошибся на фениксе вот это да он мог он мог он убивал твой инвокера 100 из 100 но это ошибка по колд снэп просто как вот шри шуля прям вот затерпел с этим с этим колд снэпом и надо свина мне кажется нужно взять брейсер и потом копить себя на худ если он хочет выиграть эту игру и просто есть ставят суперного просто из-под нее делать типа вот типа на т2 и все вот как-то так выигрывать что феникс вот он взял себе корону и он по-моему собрался взять еще одну корону вроде он отменил этот крикбай и из этой короны можно сделать себе метеор просто что потому что ты ставишь супернову распушиваешь пачку ломаешь тавер просто за метеор так пошел димедж ой 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 поймал пламя на хул снэп еще тычка не не хватит что за задра что за задра так это попал охуеть это было очень сильно это было просто очень сильно как он камбэк ну или вот еще фаворит одной группе на сэфи у которого там 4500 он играл против биохакера который рандомил персонажа вообще чуваки которые выбрали рандом они просто стальными яйцами там такие очень какой-то чел там на варлоке кого-то победил на рандомными к сожалению не видел но видел скрины короче в общем смотрите инча против эсэпа с душами на первом душами на первом я мне слабаку топорик не купил он был купить топорик это крем менеджмент какой-то нет не получился но какой-то бы отдать мне пичку блять он реально делает его сколько у него ммр бог там двоих а все кстати тебя тут не понимаешь толпичку тайки блять великолепный персонаж блять это наш не чем-то просто на попрелестный это как я наберу какую-то хуйню мид проем вы потоку да у меня герой слабее просто каждый раз они ваши у меня руки и заняться просто герой слабые парни ну так вот 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 хорошо да он понял как лукерой работы ну вот алексей алексей самого соло березин за 20 от карьеров до седло не научился ничего сейчас маках маках идет серега блять покажи внизу вот он как он не смаках уже ну конечно пошел фатуре какая сорокотань это закончится на 21 минуте с блин ком юлом и это будет шок и бать он ведет курьера не сама не спалится господи блять я дружу нихуя блин ком юб твой рот сумасшедший можно было уже нынче купить и догон убить его кстати ну так он не знаю что он типа ну катапульта у которой рейндж миллион достойный противник я собрал дайгер ну и напоследок покажу вам еще одного фаворита это бэтрайдер он проиграл по моему всего один лобак и он прям ну плотненько так разъебывает я думаю что он точно доберется до 1 8 короче бэтрайдер против некрофоса так вдруг оказалось что вся группу в которой евген играет все дисквалифицированы там просто не смотрите там маленьком шрифте написано те у кого ники не овуляция официально проиграли легкие шансы у некрофосы ну то есть сколько нужно ловелов чтобы убить просто просто на его нужен и он может 20 помощь союзной четверки возможно осадить и некрофос за за грейдился stick пора и поражать его нажми жми жми так он убил его не уверен что вторая была хорошей идеей что мы все за кого-то болеем типа но наверное что-то знают парня не парня посмотрите на как бай а да уверенно уверенно ну я думаю загона ему нужно примерно минут 15 фармить мне кажется хотя от разложенных транквил ботинок было больше пользы еще один лейс покупать случайно регенится очевидно может догоним давай через кольцо собирается не боюсь что боюсь на через корону рецепт но это такая все тут 1000 голды что такое вот корона я понимаю артефакт просто короны 450 почему вообще не проводим убаки в геншине ну да это гг вопросик блять написал серьезно на данном этапе пока сыграли примерно половины всех лобаков которые нужно сегодня завтра их доиграют и мы узнаем кто прошел в 1 8 чтобы мониторить все результаты переходить по группе в к я туда все скину всякую сетку там все все красоту все короче будет супер круто и подписывайтесь на группу в к подписывайтесь на канал если вы этого не сделали ставьте пальцы вверх пальцы вниз себе в задницу засовывать как обычно ну и в принципе по лобакам все я сейчас еще немножечко поговорю так для знаете для тех кто там ждет третий сезон или что-то такое про этот весь формат то что ну типа для меня это эксперимент этим никогда не занимался мне очень приятно с вами этим всем делиться это вообще очень круто и вот я сейчас организовал турнир на 80 человек и это ну типа несравнимый объем работы по сравнению с вот этой вот playoff стадии 32 которая которая была в первом сезоне потому что тут чуваки не то что некоторые не дорожат своим местом они как будто просто случайно туда попали есть девочка стримерша который стримит на цемке на 1900 ммр и она до сих пор не ответила не знаю будет она вообще играть или нет и естественно сейчас я уже не могу ее заменить потому что ну как бы время уже ушло и никто не успеет сыграть 9 лобаков там за три часа ну и короче я не знаю что делать типа вот вот есть такие люди и после этого меня спрашивают серёга зачем ты сменил формат зачем ты хочешь брать входной там билет какой-то взнос так далее что были призы ну потому что это банально повышает ответственность я если человек не готов заплатить условно 100 рублей за участие то ну нах он тогда нужен ну согласитесь типа если вы идете сражаться до типа за какой-то приз ну или хотя бы там за респект хотя бы за что то и то есть если вы хотите победить они проиграть три лобака и левнуть как это делает большинство то ну было бы круто если вы вкинули там деньги условно за вход потому что это не для того чтобы я там заработал на условно а для того чтобы ну хотя бы был к цвет процессе дух. Потому что, ну честно, из 80 участников, 20, не буду показывать пальцем, но они конченые дебилы, серьезно. Таких отбитых людей, которые не могут палец от жопы вот отличить, это просто пиздец. И, типа, в каждой группе есть по одному такому уникуму, который вообще не выкупает где он, либо максимально неуважительно относится ко всем, вот как тот пиздюк, да, которого, которого мы выгнали, который там сам дисквалифицировался. Короче, он просто капсом, матом начал писать на людей, которые старше его, там лет на 10-15, блять, судя по всему. И ты такой сидишь и думаешь, вы что, блять, совсем охуели? Ну, это как-то вообще некрасиво. И я пытаюсь все это сглаживать, я пытаюсь сделать это, чтобы это было как-то интересно. Поэтому, ну, второй сезон, я уверен, что плей-офф будет супер крутым. Групповая стадия это просто ад. Я не знаю, мне осталось вот пережить эти два дня еще, все это дело закончить и вот точно определить, кто проходит дальше. И я выдох, потому что я уверен, что с плей-оффом будет намного проще. И, как показывает тактика, люди, которые проходят дальше, они самые адекватные. А люди, которые вот лузают и прям вот хуево отыгрывают, они самые неадекватные. То есть, они просто реально пришли, чтобы либо попасть в видос, либо поспаймить мне какую-то хуету в личку. Потому что, ну, реально, моя личка разрывается от какой-то, вот просто, ну, таких сообщений. Я не знаю, я от своих вот персональных хейтеров столько дерьма не получал, сколько от участников лбака. Короче, это все вот такие вот мои мысли. Сори я, что он так засрал конец-конец видео. Но я не мог этим не поделиться, потому что вы знаете, как я к вам отношусь. Вы не просто чуваки, которые, блин, смотрят мои видосы и такие, ну, поставлю кнопку, да. А вы мои кореша все. И я рад, что вы участвуете в турнирах. Я рад, что зарегистрировалось 200 человек на всю эту поебту. И я, конечно, не рад, что половина из них, это люди, которые просто совершенно рандомно как-то туда заретели. Такие, ну, я просто посижу. Если проиграю, то ливну с компы, не скажу даже Сереге спасибо за организацию. Это неприятно. Короче, ждите одну, восьмую. Будет очень круто. Подписывайтесь на группу ВК в любом случае, потому что там всякие анонсы, все такое. А третий сезон, если вас интересует, когда он будет, то он будет, я думаю, не скоро. Либо я придумаю какой-нибудь формат, ну, для тех, кто хочет прям порубиться. Потому что, ну, серьезно, вот этот вот формат типа for fun, он не работает, когда вас много. Либо я буду брать, там, не знаю, по 10 человек и делать маленький, там, какой-нибудь клосс, да, маленький турнир. И вы там будете играть for fun, там, не знаю, на пуджах, типа, что-нибудь такое. Но когда вот вы вроде как серьезно играете турнир, но при этом вы все фанитесь и вообще несерьезно к этому относитесь, я не понимаю этого концепта, я не понимаю, зачем это делать. Но, в целом, я рад, что до плей-оффа доберутся те, кто прям хочет победить, кто хочет порубиться. И при этом, поверьте, там нет такого, что победил, опять же, самый сильный, самым большим ММРом. Вовсе нет. То есть, чуваки с 5500 поигрывают чувакам с 2К, чуваки из 2К проигрывают чувакам с 500 ММР, и все зависит от исполнения героев и того, как у людей ручки трясутся. Так что подписывайтесь на канал, ждите продолжения всей этой замечательной истории и не забывайте про ссылки в описании. Всех люблю, всех целую, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok